Привет всем высшим! И да, как видите, мы сегодня будем смотреть на Inquisitor Martyr. Вообще, как поклоннику Вархаммера, мне довольно сложно обозревать все игры, которые как-то связаны с этой вселенной, но я попробую. Причём сама игра создавалась теми же разработчиками, которые принесли на свет невероятные приключения Ван Хельсинга. И знаете что? Их аж целых, мать его, пять частей! Пять частей этой диаблоподобной игры. И ещё один, кстати, Tower Defense. Но вы мне можете сказать, а на кой черт ты вообще это всё вспоминаешь? Но дело в том, что многие умения и даже декорации похожи на те, что у нас в Вархаммере. Но, знаете, со временем игра обзавелась кучей обновлений, игру подпилили с разных сторон, и сейчас она выглядит совершенно иначе. Играется совершенно иначе и даже чувствуется. И конечно удивительно, что спустя два года разработчики так и не забросили проект. Добавляют новые локации, новых противников, как-то чинят баланс. Если раньше из-за плохой оптимизации я не мог посоветовать эту игру своему другу, то сейчас мы спокойно играем вместе. Да, бывают вылеты, но они случаются крайне редко. Да и тут можно переподключиться, что, конечно же, радует. На момент записи видео в игре присутствует четыре персонажа, каждый из которых обладает своей специальностью, орудиями, ну и, конечно же, своей особенностью ведения боя. К примеру, я сам играю за псайкера, а точнее за эфирного странника, и его первым периком было то, что у него усиливается урон на 10% за каждое действующее на него усиление, что вполне себе круто, ведь у меня обычно по 3-4 усиления. После чего я взял увеличение длительности этих самых усилений, ну или бафов, кому что ближе, на 100%, и отказался от критов за прибавку к урону. В бою я предпочитаю пользоваться термическим или же огненным оружием, это могут быть лазерные пистолеты, плазменные пистолеты, посохи, ну или какие-то жезлы. И помните, я говорил про усиление? При должной прокачке мы можем также их повесить на своего союзника, что, конечно же, очень круто, особенно если знать, что вешать. Но к чему я все это говорю? Игра позволяет нам отыгрывать разные роли, со своими минусами или плюсами, и, конечно же, это довольно неплохо скрашивает наш кооператив. А если вы к тому же еще и фанат серии Вархаммер, то обязательно берите, не пожалеете. Ну а если даже и пожалеете, то сможете делать возврат. Я не вижу в этом проблем. Стоит отметить, что в игре довольно много гринда. Это может быть какая-то косметика, например, следы, которые тянутся от нашего персонажа, или же какая-то иконочка, а может быть это какой-то питомец. В общем, да, тут много всего. Ну и, конечно же, охота за разной броней и оружием. Здесь мы можем ее как находить в бою, так и создавать у кузнеца. Ну и, конечно же, менять разные характеристики. Как какие-то отдельно, так и все в целом. Довольно много гринда, и в целом такой элемент реиграбельности это даже, как по мне, хорошо. Но если уж придираться, то это, пожалуй, нестабильность самих серверов, и, возможно, даже то, что мы не можем поиграть без подключения к интернету. Я думаю, для многих это будет проблемой. Поэтому, если вы поклонник вселенной Вархаммера, и вам есть с кем поиграть, то я рекомендую вам эту игру. Ну, а может быть, вы хотите что-то диаблоподобное, но при этом не столь детское, как Торчлайт, а что-то более мрачное, дикое, мясо, кишки, всякая гниль. Ну, вы меня поняли. В любом случае, пишите свое мнение в комментариях. Что ж, и раз я рассказал об игре все, что хотел, давайте покажу вам кое-что из своей личной жизни. Совсем недавно наткнулся на три таких вот модельки, ну или игрушки, кому что ближе. Две из них по космодесанту, и одна по некрону. Причем одна из космодесанников не покрашена, что, в принципе, неплохой повод снова прокачать как-то свои навыки, которых, возможно, у меня никогда не было. Но, ладно, что уж тут. В любом случае, выглядят они вполне круто, они подвижные, и вроде бы как две из них довольно классно покрашены. И да, я их уже заказал. Хоть они и выйдут в октябре, но хрен с ним. Все-таки закажу, поставлю себе на стол и буду постоянно на них смотреть. Так что, да. А как вам? Кстати, ссылка на них будет в описании. Обязательно посмотрите и напишите, что думаете. И, кстати, совсем недавно в Инквизитор Мартур появились сезоны, а это значит, что пришло время создать нового сезонного персонажа. Начайте в планете какие-то испытания, задания для получения новых косметических предметов. И, конечно же, приятно, повторюсь еще раз, что разработчики не бросают этот проект, а продолжают им как-то заниматься, что-то чинить, подпиливать. И да, само собой это приятно. В любом случае, ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...